МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа ЛАТО. В студии работает Дружима Аугруханова. И смотрите сегодня в программе. На страже законных интересов бизнеса и граждан должна стоять вся система госуправления. Президент Садыр Джапаров сегодня принял участие в первом заседании антикоррупционного делового совета. Кыргызстан выиграл в международном арбитражном суде под делу сотовой компании Альфа-Телеком. Таким образом, поставлена точка в вопросе Мегакома, который длился более 10 лет. В Кыргызстане начнут отслеживать электронные кошельки, чтобы не допустить подкупа голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов Джохур Кукини-Шам. По поручению президента в Бишкеке начали отпускать твердое топливо по 3 тысячи сомов за тонну. В Бишкеке установлен лимит, одной семье продают не более двух тонн. Такие явления, как крышевание, откат и теневая экономика должны остаться в прошлом. Заявляя об этом сегодня, президент Садыр Джапаров отметил, что страна стремительными темпами идет по пути обновления. Бесконечным проверкам бизнеса со стороны правоохранительных органов поставили заслон. Были ликвидированы ГСБ и АКС при ГКМБ. Сейчас на страже законных интересов бизнеса и граждан будет стоять вся система госуправления. На первом заседании антикоррупционного делового совета шла речь и о том, что необходимо как можно быстрее вести в действие механизм вознаграждения граждан, сообщивших о коррупционных преступлениях против интересов народа и государства. Для этого должен быть создан спецфонд при Минфине. Подробнее обо всем Аяна Чешкеева. Это первое заседание антикоррупционного делового совета. Зал заблаговременно заполнили члены Кабмина, представители бизнес-ассоциаций, гражданского сектора и, собственно, члены совета, довольно оживленно что-то обсуждая. Судя по мимике, собравшихся говорить на встрече будут о самом актуальном и даже злободневном. Забегая вперёд, в будущем не все заседания будут проходить с участием главы государства, но первое проходит под его председательством. И сразу Садыр Джапаров своей речи обращает на самое главное. Подписаны два указа, которые должны обеспечить дополнительные меры по защите бизнеса. Мы смогли поставить заслон бесконечным проверкам бизнеса со стороны правоохранительных органов и других госорганов, даже такой ценой, как ликвидация ГСБ и АКС при ГКНБ. На страже законных интересов бизнеса и граждан должна стоять вся система госуправления. Каждое обращение инвесторов, как внутренних, так и иностранных, каждое обращение граждан должно изучаться очень внимательно. И виновные в рейдерских захватах за незаконно выносимые судебные решения, за заведомо неправосудные решения со стороны судебных и правоохранительных органов должны понести наказание по всей строгости закона. Прозвучала и короткая, но довольно ёмкая реплика. Бизнес-сообществу, госорганам и Кабинету министров необходимо работать по внедрению принципов добросовестности в бизнесе, на госслужбе и в органах местного самоуправления. Должны остаться в прошлом такие явления, как крышевание, откат и теневая экономика. К слову об этом, члены антикоррупционного делового совета отметили, что одна из проблем сегодня – деятельность судов и судебная система в целом. Очень много фактов правового нигилизма, когда, к сожалению, многие государственные органы, чиновники игнорируют законодательство, и приказы начальников иногда становятся выше, чем закон. Это всё влияет на то, что предприниматели или простые граждане, или инвесторы, когда они обращаются за поддержкой государственным органам, обращаются за защитой и решением проблем, то всё сводится к тому, что это на уровне какого-то начальника, там чиновника не решается или решается. И если, например, недовольный предприниматель обращается дальше в суд, он хочет что-то обжаловать, то суды, как правило, не рассматривают по существу, то есть стараются помочь государству. Отмечают участники встречи и бюрократию, с которой приходится сталкиваться инвесторам и бизнесменам ежедневно. Так, по итогам опроса, который проводила бизнес-ассоциация «Джиа», 49% предпринимателей указали на коррупцию, причём проявляется она именно в процессе взаимодействия с госорганами. «Это заседание важно для наших бизнесменов, потому что экономическая активность снизилась, и мы рассматриваем эту площадку как эффективный диалог с государством. Потому считаю важным отметить, что предприниматели продолжают сталкиваться с бюрократическими проволочками в госорганах, а то и вовсе им приходится нарушать закон. Хочу отметить, что по итогам нашего опроса, 38% также отметили, что в последнее время ситуация в этом деле изменилась в положительную сторону». О том, что незаконные проверки бизнеса со стороны правоохранительных органов выявлять продолжают до сих пор, сообщил сам генпрокурор. Такие факты выявлены со стороны сотрудников управления ГКНБ Джалабадской области, а сотрудники Ташкомурского управления МВД и вовсе приостановили деятельность одного бизнес-субъекта. «Таких примеров предостаточно. Или, например, предприниматель выплатил все соответствующие таможенные платежи, а у него сотрудники таможенной службы безосновательно требуют заплатить еще за что-то. Чтобы предотвратить такое, необходимо, чтобы все госорганы поменяли политику по отношению к бизнесменам. Не нужно наказывать, необходимо наоборот защищать. Хочу также сказать, что предприниматели могут писать на официальный сайт. Есть мобильное приложение и телефон доверия. Этим занимается специально созданный отдел в генпрокуратуре. Мы защищаем права бизнесменов». Говорил глава государства и о том, что необходимо вознаграждать граждан, сообщивших о фактах коррупции и коррупционных преступлениях против народа и государства. А заняться этим должен спецфонд «Пременфини». Впрочем, предусмотреть необходимо государственную поддержку, в том числе и финансовую, некоммерческим общественным организациям, которые тоже противодействуют коррупции. «Мы разработали проект документов с участием правоохранительных и контролирующих органов. Порядок предусматривает выплату единоразового вознаграждения в размере 10%, но не более миллиона сомов со стороны правоохранительных органов после возмещения материального ущерба в доход бюджета. Указ о выплате вознаграждения подписывает сам руководитель правоохранительных органов. И уже потом Минфин финансирует это вознаграждение». Еще одно из проявлений коррупции – подкуп голосов избирателей. «Народ Кыргызстана ждет внеочередных парламентских выборов с верой в то, что они пройдут честно и достойно. Обманы и подкупы – это та же самая коррупция, направленная на нечто еще более страшное, чем всеиминутное обогащение. Именно нечестные выборы формируют то общество, в котором взятки и кумовство становятся неискоренимой бедой. Мы не забудем трагичную страницу истории нашей страны, уже уставшей от революции, и сделаем все, чтобы каждый житель Кыргызстана знал – его голос не будет украден. «Хочу заверить наш народ, что и я, и Кабинет министров, и силовые структуры предпримут самые решительные действия по пресечению таких нарушений». И хотя это только первое заседание антикоррупционного делового совета, обсудить удалось многое и даже больше – система отбора, кадровая политика, поддержка граждан и бизнеса, чтобы четко осознать, по каким конкретным и точечным вопросам необходимо работать. «Есть очень многие механизмы, которые до этого не были использованы. или используются очень слабо». И вот эта площадка, как сказал Садар Нургуджевич, та площадка, которая должна работать день и ночь. И все абсолютно коррупционные риски, о которых хочет озвучить каждый человек, должны поступать на эту площадку. И мы готовы отвечать. И поэтому эта площадка – это эффективное взаимодействие как государственных органов, правоохранительных органов, гражданского сектора и образовательно-научного сектора и, конечно, бизнеса. Потому что если есть проблемы, то мы готовы решать его очень быстро, эффективно и молниеносно. Антикоррупционный деловой совет уже по итогам заседания назвали механизмом эффективного диалога между государством и бизнесом, общественностью и властью. Понятно, что в деле борьбы с коррупцией наступает совершенно новый этап. Сегодня есть воля президента. Он заявляет о том, что я проявлю чистоту во всем отношении. То есть я буду чистым. Я буду чистым и призывает, чтобы остальное, то есть участники и вы тоже будьте чистым. Ну, кроме этого, есть, конечно, административные меры. Он говорит, я открыт к вашему доступу. То есть через социальные сети это доступно сейчас любому гражданину нашей страны. Генеральная прокуратура также заявила о том, что вы можете обратиться к нам в любой момент. Нет необходимости приходить в Генеральную прокуратуру, добиваться его аудиденции. Можно просто направить заявление онлайн через сайт Генеральной прокуратуры. Собственными силами государство побороть коррупцию не сможет. Необходима и нетерпимость самого общества к таким проявлениям. Впрочем, это относится уже к вопросам идеологии, которые тоже сегодня обсуждали. Идеологии, при которой есть реальный шанс, если не полностью побороть коррупцию, то максимально ее минимизировать. Аяна Дюшикеева, Айсентур Абыкеев, Аллато 24. По поручению президента в Бишкеке начали отпускать твердое топливо по 3000 сомов за тонну. Уголь с месторождения Карагичея в количестве 200 тонн выгрузили на топливной базе по улице Мурманская, что в Ленинском районе. В связи с риском образования больших очередей, желающих приобрести дешевый уголь, в Бишкеке установлен лимит. Одной семье продают не более двух тонн. Подробности у Улана Косенова. В этом году поставка угля населению соответствующими службами была осуществлена на два месяца позже. Мало того, с наступлением холодов стоимость твердого топлива подскочила почти в два раза. Причиной тому саботаж на месторождение Карагиче, а также искусственное завышение цены спекулянтами. Многим было не по карману приобрести уголь. Оно и понятно, ведь за тонну поставщики просили по 6 тысяч сомов, плюс стоимость доставки. На встрече с гражданами, проживающими в жилмассиве Близ ТЭЦ-2, президент заверил, что уголь подешевеет до 3 тысяч сомов. Привезённый из Карагичи в столицу уголь подешевеет до 3 тысяч сомов. Мы всё привозим на один склад. Информация появится в соцсетях и на ТВ. По 6 тысяч сомов уголь продают водители грузовиков. Мы просили их снизить цены, но они не согласились. Поэтому решили сами привезти, чтобы продавать дешевле. Если они хотят продавать, пусть снизят цены или едут в регионы. Твёрдое топливо прямо с месторождения Карагича разгрузили на угольной базе, что по улице Мурманская Ленинского района. И уже с утра бешкекчане, организовав живую очередь, начали его покупать. Привезённый из Карагича разгрузили на угольной базе, что по улице Мурманская Ленинского района. Чтобы перекупщики вновь не воспользовались ситуацией, установлен лимит 2 тонны на семью. Ближе к 10 часам дня отпускать начали топливо по полторы тонны. Уголь на топливную базу на улице Мурманская завезли вчера ночью в количестве 200 тонн. С утра отпускали по 2 тонны на семью. Но позже было принято решение грузить уголь лишь по одному ковшу. Это около полутора тонны, дабы всем хватило, поскольку с каждым часом количество тех, кто хочет приобрести твёрдое топливо, возрастает. «Качество угля хорошее. Отпускаем, согласно поручению президента, по 3000 сомов. Порядок граждане соблюдают. Сегодня ночью загрузили ещё одну партию. Грузовики с утра выехали в столицу. Всего прибудет 200 тонн». Отметим, лимитное количество угля на топливной базе по улице Мурманская будет снят с 1 декабря. Вместе с тем, сегодня госагентство антимонопольного регулирования провело мониторинг цен на уголь на столичных топливных базах. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений. Напомним, 12 октября Кабмин вёл госрегулирование цен на твёрдое топливо на 90 дней. На одном из таких рейдов побывала и наша съёмочная группа. Резкое похолодание в октябре вызвало ажиотаж на рынке угля. Угля и недобросовестные продавцы, воспользовавшись ситуацией, начали необоснованно завышать цены. На стационарной точке реализации угля, расположенной по объездной дороге, десятки продавцов предлагают каракичинский уголь. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. В Ленинском аль-на-Маймаке имеются три точки, которые используются не по целевому назначению, продают уголь. Вдоль дороги запрещается продавать уголь. Поэтому мы уже уведомляли их, что нужно убирать это всё. В скором времени уже будем решать вопрос, убирать точки. Напомним, ранее Кабмин ввёл временное госрегулирование цен на уголь на территории страны. Решение принято в целях недопущения роста цены, а также для исключения спекуляции. Госагентство антимонопольного регулирования определило стоимость угля в каждом регионе и предупредило, что она не должна меняться в течение 90 дней. Например, в Бишкеке цена за тонну не должна превышать 4,5 тысячи сомов. На месторождении мы берём тонну угля за 1330 сомов. И то, что сейчас предлагает нам антимонополия, нас категорически не устраивает. Например, в прошлом году за один рейс мы тратили на топливо где-то 11 тысяч сомов. А в этом году нам это уже обходится в 25 тысяч. А помимо этого ещё есть и расходы на питание, запчасти и так далее. В ходе рейда была проведена разъяснительная работа с продавцами угля о реализации твёрдого топлива по установленным ценам. Кроме этого, на реализаторов завышающих цены наложены штрафы. По словам замдиректора Госагентства антимонопольного регулирования, при установлении цены были учтены все расходы на перевозку, в том числе и на амортизацию авто. Вплоть до замены всяких запчастей, во время ожидания погрузки, вплоть до того, что они ожидают на питание. Все расходы включены в состав затрат, и поэтому оптимальная цена для них была установлена. За превышение этих цен соответствующими органами налагаются штрафы для камазистов. Отметим, в состав мобильных групп входят представители органов местного самоуправления, антимонопольной налоговой служб и представители правоохранительных органов. Выявлен ряд нарушений, таких как продажа углём в неположенном месте, то есть образовали самовольную торговлю углём. В связи с этим, со стороны ООБД «Погода» в Чуйской области, а именно со стороны инспекторов, были составлены протоколы о нарушении на основании статьи 120, где всего было составлено за короткое время около 15 протоколов. То есть каждый протокол – это 3000 сумм. Годовой расход угля в стране составляет порядка 3 миллионов тонн, больше миллиона для населения, около 240 тысяч тонн для нужд образовательных и бюджетных организаций и для ТЭЦ «Бишкека» – 1 650 000 тонн. Отметим, мониторинг цен будет вестись на постоянной основе до конца зимы. Елена Ткаченко, Ирланджин Ушалиевченко с Джумагула, ФАЛАТО, 24. А в Нарынии тем временем местные власти работают над решением проблемы нехватки угля. На данный момент на угольной шахте Карагиче 119 грузовых машин загружают твёрдым топливом вне очереди и в течение суток доставляют на склады в областной центр. Цена на уголь находится под контролем на топливных базах. Он продается по 4200 сомов. В настоящее время углем обеспечено 58% населения области. Подробности в репортаже. Добыча угля в Нарынской области продолжается. 119 грузовиков направлены на месторождение Карагичей для погрузки твёрдого топлива. 61 машина из Акталы, 23 из Адбаши, 30 машин из Нарынского района и 5 из города Нарын были допущены на шахту вне очереди. Сообщается, что в настоящее время дефицита угля не наблюдается. В настоящее время приоритетным направлением является обеспечение углем от Адбаши и Актала. Сейчас в Актала выезжает 61 машина. Погрузка завершена. Все 119 машин после доставки угля в назначенные места сразу вновь вернутся в Карагичей для погрузки следующей партии. Были даны задачи решить проблему дефицита в кратчайшие сроки. Также Кыргыз Комюр, чтобы помочь в этой ситуации, дал разрешение пропускать грузовые машины вне очереди. Напомним, что на прошлой неделе в Адбашинском и Акталинском районах возникли проблемы с поставкой угля. В Адбашинском районе были развернуты 12 точек продажи угля. Буквально за час все было распродано по 4,5 тысяч сумм. Уточняется, что проблемы возникли из-за работ не на полную мощность на угольном разрезе Турок в Акталинском районе. Мы находимся в тесном контакте с угольными месторождениями Каракичей и Турок, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население углем. Каждый четверг наши грузовики заезжают вне очереди. Эта проблема скоро будет решена. Цена на уголь в городе 220 сумм за мешок, до 4200 сумм за тонну. Жители Тенертон заявляют, что на этой неделе недостатка угля не наблюдается. В нашем селе есть уголь. Цена достигает 4700 сомов. Сам еще не приобрел твердое топливо. Жду, когда цены немного снизятся. Нужно отнестись с пониманием. Сейчас горючее подорожало, а значит и расходов стало больше на транспортировку. Приходится покупать уголь по высокой цене. Честно говоря, трудности есть. В Нарынскую область было доставлено 57 638 тонн угля. В настоящее время твердым топливом обеспечены 58% населения. Местные власти работают над полным обеспечением области углем. В целях экономии электроэнергии энергетики из Сыкульской области начали кампанию среди своих сотрудников. Так, первым делом отключают электрокотлы, а сотрудникам, не пользующимся ими, устанавливаются специальные ограничительные приборы на потребление не более 5 кВт в месяц. Подробности в нашем следующем материале. Генеральный директор Востока Электро Бакат Саботаров отключает в своем доме электрическое отопление. Так же поступают и его коллеги. Энергетики своим примером показывают населению то, как нужно экономить электричество. Каждый наш сотрудник вовлечен в эту компанию. Мы все переходим от электроотопления к другим вариантам обогрева жилища. У меня дома мы отключили электрический котел, затем установили специальную пломбу, и теперь я не могу им пользоваться. Как вы заметили, мы своевременно заготовили уголь и дрова, чтобы не мерзнуть зимой. По словам энергетиков, для тех, кто не использует электрокотлы, существует специальный лимит потребления. Он не должен превышать 5 кВт. Мы решили начать с себя. Как вы можете увидеть, теперь наши сотрудники не смогут превысить установленный лимит в 5 кВт. Будет работать только одна фаза. Мы считаем и надеемся, что граждане отнесутся и с пониманиями тоже начнут экономить электричество. Подобное оборудование устанавливается всем абонентам. На сегодня по городу Каракол уже к нему подключено 2456 абонентов. Также активно ведутся и разъяснительные работы среди населения. При установке оборудования ведётся большая разъяснительная работа. Если же граждане вовремя проинформируют о том, что оборудование пришло в непригодность, мы даём предупреждение и бесплатно меняем его. Если же оно повторно сгорит, то будет установлено по специальной цене. А между тем, «Восток Электро» предоставляет уголь своим сотрудникам, которые отключаются от трёх фазки. Мы покупаем нашим сотрудникам уголь с Каракече по 4,5 сомов. Каждый сотрудник, живущий в частном секторе, может начать экономить на отоплении зимой, не используя электроэнергию и стать примером для других. То есть, именно наши сотрудники могут купить уголь по 4,5 сомов за килограмм за счёт зарплаты. Здесь мы начнём с руководства. Генеральный директор тоже согласился и перешёл на уголь. Электрический котёл ампломбирован. У нас всего 108 сотрудников. Оказалось, что только 18 из них живут в многоэтажных домах. Остальные проживают в частном секторе. Сейчас с ними производятся работы по отключению от электроотоплений. Отметим, раздача угля работникам производства во всех районах предприятий электросетей. На сегодняшний день уголь доставляется сотрудникам, живущим в Аксуйском районе Иссык-Кульской области. Достанка, Скана, Аллато, 24, Иссык-Кульская область. В Кыргызстане начнут отслеживать электронные кошельки, чтобы не допустить подкупа голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов Джорку Кинеша. Накануне в ЦИКе прошло совещание с участием представителей национального коммерческих банков и госслужбы финразведки. Отметим, что использование средств вне избирательных фондов является уголовным нарушением порядка финансирования избирательной кампании, а подкуп голосов является уголовно наказуемым преступлением. Чем больше и чаще пресекаются возможности подкупа избирателей на выборах, тем изощреннее становятся способы заполучить больше голосов. На этот раз подключаются современные технологии и безналичный расчет. Сейчас получить деньги можно быстрее и не выходя из дома посредством перевода. Этот способ подкупа удалось распознать. Сейчас принимаются самые строгие меры. Если раньше наличные проводились, сейчас очень большой контроль со стороны правоохранительных органов, такой быть, что отдельные кандидаты или отдельные полиции партии, это все проводить через безналичный расчет, через электронные кошельки, через мобильных операторов. Или же через карточек. Поэтому совместно с нашими коммерческими банками, нацбанками и финансовой разведкой сейчас у нас разработан план мероприятий. Так, в ходе совещания в ЦИКе было решено, что в рамках своих полномочий Центр избирком, нацбанк, коммерческие банки, госслужба финразведки будут осуществлять мониторинг банковских платежей, платежей через мобильные приложения банковских учреждений и операторов мобильной связи, операторов платежных систем в избирательный период. Подозрительными платежами будут считаться повторяющиеся транзакции равными суммами в пределах короткого периода времени или же массовый характер их применения. Сейчас разработан план мероприятий. Национальным банкам дана рекомендация всем коммерческим банкам, если имеются такие факты массовых проведения взаиморасчетов отдельными гражданам, проводить мониторинг, насколько оно было, не связано ли это с сегодняшним выборным процессом. Использование средств вне избирательных фондов является уголовным нарушением порядка финансирования избирательной кампании, которая в том числе служит основанием для отмены регистрации кандидата списков кандидатов. А сам подкуп голосов избирателей является уголовно наказуемым преступлением, влекущим штраф до 260 тысяч сомов или же лишение свободы до 2,5 лет. Эти меры должны стать барьером для попыток подкупа избирателей, в том числе из зарубежных источников, считают в комиссии. Надежда Усова, Азамат Джапаков, Аллато, 24. Выявлен факт использования учащихся средних школ в агитационной работе избирательного штаба Достана Бекешева, сообщили в ГКНБ. Установлено, что финансовые средства оплачивались агитаторам без составления договоров вне средств избирательного фонда. Кроме того, в нарушении статьи 22 Конституционного закона о выборах президента и депутатов Джугур Кокинеша, агитацией кандидатов депутата Бекешева занимались лица, не достигшие 18 лет за денежное вознаграждение. Накануне Достан Бекешев самостоятельно явился в органы ГКНБ для добровольной дачи показаний по обстоятельствам дела. На следующее время производятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств дела. Вместе с тем, копии материалов досудебного производства будут направлены в ЦИК для принятия соответствующего решения, сообщили в ГКНБ. В городе Ош по сравнению с весенней кампанией количество избирателей увеличилось на тысячу человек. В основном это те лица, которые достигли 18-летнего возраста и теперь имеют право голоса. Тем временем в цели контроля за общественным порядком с сегодняшнего дня в городе Ош начался рейд под названием «Право и порядок». Материал нашего корреспондента о подготовке к выборам. Из-за нововведения на этот раз Ошская окружная избирательная комиссия будет обслуживать только пять из семи районных администраций города, в частности жители районов Моносота и Круманджан-Датка, чтобы проголосовать, пойдут на избирательные участки, открытые в соседнем Карасюйском районе. Исходя из новых требований, два района перейдут в округ Толюйкен, чтобы количество избирателей в этих округах было не менее ста тысяч. На этот раз число избирателей по спискам в Оше увеличилось на тысячу человек. Это в основном те, кто достиг 18-летнего возраста. Гражданам предстоит выбрать своего фаворита из 21 представленной партии, и также из шести кандидатов, зарегистрированных в узком избирательном округе по одномандатному списку. Число избирателей – 154 316 человек. Избиратели, заявившие, что будут голосовать как за партию, так и за одномандатного кандидата, должны были изменить адрес проживания за 90 дней до дня голосования. В ином случае, в день выборов они не смогут голосовать за одномандатного кандидата, а только за партию. Сначала агиткомпанию в информационный центр УВД Оск области поступило около 40 жалоб. Рассматриваются и заявления, публикуемые в социальных сетях. Одна из полученных жалоб была направлена в суд. Большинство из них на стадии рассмотрения. Некоторые жалобы были отклонены. Наши сотрудники проводят широкую разъяснительную работу на местах. Общественная безопасность находится под контролем. Меры, принятые государством для обеспечения честных и прозрачных выборов, широко поддерживаются общественностью. Жители Аша подчеркивают важность справедливого и мирного выборного процесса. Президент неоднократно обращался к гражданам по телевидению, говоря о важности проведения честных выборов. Сейчас, на мой взгляд, компания более прозрачная, чем раньше. Голоса не продаются за деньги. В соответствии с требованиями мы видим, что те, кто использует административный ресурс, отстраняют от работы. Теперь все под контролем. Меры, принятые против тех, кто ранее вмешивался в выборы, вызвали резонанс и нашли отклику народа. Между тем, с сегодняшнего дня правоохранители начали рейд на территорию области под названием «Закон и порядок». В соответствии с этим муниципальные служащие предупреждаются о том, что в случае нарушения закона о выборах будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Кыргызстан выиграл в международном арбитражном суде по делу сотовой компании «Альфа Телеком». Таким образом поставлена точка в вопросе «Мегакома», который длился более 10 лет. Аналитики уверены, что победа дает надежды на успешное завершение и других разбирательств в международных судах. Разбирательства вокруг «Зао Альфа Телеком», которое начало функционировать под брендом «Мегаком», начались почти со дня его учреждения. В скандале фигурирует фамилия двух президентов. В 2014 году Кыргызстан становится единоличным владельцем «Альфа Телекома». Спустя три года разбирательства продолжились. В судебных разбирательствах в лондонском арбитражном суде сумма иска против Кыргызстана выросла до 300 миллионов долларов. И вот в этом вопросе, который длился без малого 10 лет, поставлена точка – справедливость за Кыргызстаном. Требования истца о компенсации были отклонены составом арбитража полностью. И сегодня же председатель Кабинета министров Акубек Джапаров объявил благодарность сотрудникам Центра судебного представительства Министерства юстиции, а также представителя международной юридической компании, защищавшим интересы страны в арбитражном суде в Лондоне. «Я благодарю присутствующих за плодотворную работу. Республика готова и далее защищать свои интересы в международных судах. Сегодняшняя победа является доказательством того, что наша республика достойно отстояла свои национальные интересы, поставлена окончательная точка в деле. А это в первую очередь борьба против коррупции, в которой мы одержали победу. Прежние власти торговались, был материальный интерес. И, следовательно, пытались допустить проигрыш в суде. Сегодняшнее же сообщение говорит о том, что нынешняя власть не пошла на какую-либо сделку и не использовала дело в личных интересах. «Вы знаете, предыдущие правительства, они практически открыто говорили о том, что Мегаком не наш, Мегаком, значит, мы его проиграем. Я в качестве посла Кыргызской республики в Лондоне сам предупреждал и сам не верил, сам писал письма, что практически, я считаю, дело проигранным. Но то, что новое руководство смогло прийти, изменить и взять другую совсем позицию, и доказать, и выиграть, это уже факт, это уже история». «Это очень важно для нашего имиджа и для компании, для ее развития в будущем, чтобы не было никаких судов на ней, и для Кыргызстана, для имиджа привлечения инвесторов. Главная, конечно, проблема, то, что 10 лет этот вопрос не решался, и компания многое потеряла в своем развитии. Поэтому возникают вопросы, почему вот здесь буквально за полгода та команда, которая вела этот процесс, она так быстро выиграла, и за полгода удалось решить вопросы, почему за 10 лет этот вопрос не был решен. Конечно, здесь вопрос, который очень серьезный, на нем тоже нужно разбираться уже отдельно». По информации пресс-службы главы государства, данный вопрос находился на личном контроле президента Сады Раджапарова. Специалисты уверены, что победить Кыргызстану в столь затяжном разбирательстве, тем более на международном уровне, удалось благодаря единой политике руководства страны. «В решении арбитражного трибунала были затронуты вопросы коррупционных практик. И это дело знаковое для страны, потому что в ряде некоторых других дел мы также поднимаем вопрос коррупционности поведения инвестора. До этого разговор был о Кунторе. Кунторе и ряд других арбитражных дел показывает, что если есть коррупционность поведения инвестора, то это ненормально, и это будет признано незаконным на международном уровне». «Он очень будет хорошо отражаться на нас, на мировом имидже, на инвестиционном климате самое главное, потому что это даст сигнал бизнесменам, даст сигнал другим, скажем, спорным моментам, что Кыргызстан идет в рамках законодательства, в рамках действующего законодательства, и мы тем самым сохраняем нормы международного права». И немаловажный момент. Эксперты почти в один голос отмечают, что победа по Мегакому дает нам надежду на успешный результат и по другим разбирательствам, к примеру, по делу Кунтора. Кунтор Голл Компани будет поддерживать молодых ученых Кыргызстана. С введением внешнего управления компания активно занимается поиском новых технологий и ноу-хау, которые могли бы улучшить производственные процессы на руднике. Ранее в Бишкеке по инициативе Кунтора состоялся большой форум. Развитие науки и образования, перспективы, участники которого обсудили вопросы взаимодействия исследовательских институтов, вузов и предприятия. С этой целью месторождения посетила группа ученых Национальной Академии Наук. О том, как идеи превращаются в реальные технологии и разработки, в материале моих коллег. Выступая в конце октября на открытии международного форума, посвященного вопросам интеграции науки, образования и промышленных предприятий, внешнеуправляющий Кунтора Тингис Болтурук выразил уверенность, что мероприятие станет отправной точкой для серьезных проектов. Так и случилось. Рудник посетила большая группа представителей исследовательских институтов и вузов. По словам Тингиса Болтурука, Кунтор готов поддержать их исследования, но есть одно условие. Я уверен, что это будет хорошая площадка, и мы можем дать возможность молодым ученым и Академии Наук сделать совместные какие-то проекты, но практические, те, которые действительно дадут эффект, а не ради диссертаций, докторских и кандидатских. В свою очередь, научному сообществу есть что предложить горнодобывающему сектору экономики. Несмотря на нехватку финансирования, в Кыргызстане ведутся действительно уникальные разработки. И теперь, когда у них есть поддержка таких промышленных гигантов, как Кунтор, путь от идеи до работающего устройства сократится в разы. Например, Институт коммуникации и информационных технологий КРСУ работает над электронной системой, которая позволит значительно упростить труд операторов карьерных экскаваторов. Если это поверхность, например, экскавации для экскаватора, то есть мы можем определить зоны, до какого уровня нужно черпать экскаватору, то есть заниматься экскавацией. То есть где не нужно брать. Это, опять же, в большей степени может помочь сохранить состояние технического экскаватора, потому что бывает так, что где-то начинают взрываться в целик и могут произойти какие-то поломки. Чтобы сохранить уникальные ледники Акширака, Кумтор Голд Компани сейчас готовится к запуску подземной разработки месторождения. В этом ему готовы помочь специалисты Института машиноведения и автоматики Академии наук Кыргызстана. По словам Эрмамата Апсаматова, несколько лет назад в НИИ запатентовали технологию, которая позволит значительно снизить себестоимость горнопроходческих работ. Образованный способ идёт сикличная проходка. То есть идёт сперва бурение, взрыв, после взрыва идёт проветривание, после проветривания окучивание вазу, а потом только это. А наш метод – это безрывная технология, которую мы предлагаем. Она одновременно разрабатывает, грузит и отводит. И одновременно делает обор. То есть в этой технологии три операции в одном. Ну и, конечно, не менее важна эмоциональная поддержка, что твой труд важен и ценен. По словам участников поездки, они вдохновились атмосферой уникального промышленного предприятия, зарядились новыми идеями и позитивной энергией для их дальнейшей реализации. Титан кыргызского искусства Булот Шамшиев. Переплетённые судьбы артиста и страны по таким названиям Бишкеки состоялась международная научно-практическая конференция. Основная цель – увековечение памяти таких выдающихся личностей, как Булот Шамшиев. В мероприятии приняли участие творческая интеллигенция, государственные деятели, а также родные режиссёра, драматурга, народного артиста СССР, кавалера орденов Манаса, 2, 2, 3 степеней Булота Шамшиева. Для сохранения подлинной самобытной национальной духовности о невзращивании местечковой поп-культуры вопрос увековечения таких личностей, как Шамшиев, необходимо ставить на уровень задач государственной важности. Такова была главная цель конференции, организованной КНУ имени Баласагына. Сегодняшняя конференция, поскольку это действительно объединяющее и тех, кто трудился вместе с Булот Толеновичем в период становления так называемого хрызского чуда в кино советского периода. И кроме этого, я думаю, что сегодня будет разговор об эпохе и тех великих, выдающихся личностях, которые сделали это хрызское чудо. Кроме того, состоялась премьера 40-минутного документального фильма о жизни и творчестве гения кино, снятого режиссером Муратом Мамбетовым. Картина рассказывает о редчайшем таланте Шамшиеве, как о личности, о его мыслях и заветах. Булот Шамшиев был режиссером мирового масштаба. Его мир был как океан, глубокий и широкий. Считаю себя счастливым человеком, что довелось учиться у такого мастера. Что бы я ни создавал, как для режиссера, мне важно было услышать его мнение, узнать, что он скажет. В этом фильме я постарался, чтобы люди узнали о нем больше, а те, кто знали, вспомнили еще раз. Он всегда ставил самые высокие задачи и был очень требовательным в работе, вспоминает кинооператор Маназбек Мусаев. В мир кино он вступил с фильмом «Алые маки и сэкуля», куда его пригласил сам мэтр в качестве второго оператора. Мы с Болотом Шамшеевым были знакомы с 61-го года. Тогда он был студентом второго курса в ГИК. Для меня он стал моим первым кинорежиссером. Помню, перед началом съемок он как-то сказал, запомните, во время работы может произойти всякое, но что бы ни было, главное, чтобы потом мы смогли смотреть друг другу в глаза. Эти слова я запомнил на всю жизнь. На съемках этого же фильма в 1970-м Болот Шамшеев познакомился и со своей женой Айтурган Темировой. На съемочной площадке не только я, все актеры говорили, он был очень строгий, он был очень требовательный. Каждый взгляд, каждую мимику он замечал. И вообще даже гримерам он тоже не доверял, он пытался брать кисти, он сам. Вот я черточкой вот так сделаю, а это брови. Что-то вот эта одна такая волосинка, что-то вот так торчит. Ну вот это же не видно. Как это не видно? Я вижу. Болот Шамшеев – один из творцов кыргызского чуда. В кино участники симпозиума выразили намерение обратиться в уполномоченные органы с призывом о принятии мер по сохранению, изучению и продвижению творческого наследия Шамшеева среди молодого поколения кыргызстанцев. Чулпон Медедбекова, Руслан Саботаров, Фалатуй, 24. Такова информационная картина уходящего дня. Ее дополнит сообщение Гидромедцентра. Пусть у вас будет все хорошо. До свидания.